ВАКЦИНА ПРОТИВ ВИЧ-АВТОПИЛОТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС КАК АЛЬТЕРНАТИВА GPS Новинки форума Технопром 6 миллионов рублей за жизнь сердце полуторагодовалой девочки может остановиться в любой момент Родители ребенка не могут в одиночку собрать деньги Во дворах домов по улице Гоголя нашлось место зданию высотой в 21 этаж Местные жители соседства с небоскребом терпеть не собираются Информационные итоги уходящего дня в выпуске новосибирских новостей Здравствуйте! Сегодня в Новосибирске стартовал форум Технопром Десятки инновационных компаний представили свои разработки Потенциальные инвесторы приехали со всего мира и даже Соединенные Штаты от участия не отказались Интерес американцев к форуму, а точнее к главной его теме ГЛОНАССу понятен У руководства России, а его на Технопроме представляет вице-премьер Рогозин Есть планы полностью отказаться от GPS Лейла Егорова о том, чем еще удивили разработчики Технопром посвящен эпохе технологических преобразований Его лозунг «Время новых побед» Здесь даже если остановочный павильон, то умный Кроме того, что выглядит современно, стильно Так еще и оснащен электроникой Например, здесь есть большой монитор На котором, например, можно посмотреть карту города Есть Wi-Fi, обещают бесплатный Система видеонаблюдения Тревожная кнопка И то, что особенно актуально для сибиряков Здесь есть целая система отопления На крыше установлены инфракрасные элементы А к скамейке подведен электрообогрев На табло расписание транспорта и ориентировочное время прибытия Датчики ГЛОНАСС, которые должны быть установлены на всех автобусах и маршрутках Передают информацию в единый центр Отечественная навигационная система На форуме в центре внимания Ее используют строители, автомобилисты Даже в сельском хозяйстве За посадками намерены следить из космоса Мы открываем, что на сегодняшний день запланировано Культивация междурядей Выбран период И указана, какая техника С каким агрегатом должна работа выполняться Свои разработки представляет и научный центр «Вектор» Большинство из них проходят клинические испытания Например, вакцина против ВИЧ Она поможет в профилактике смертельной болезни И ее лечении А на этом стенде показывают универсальную технологию Хоть для медицины, хоть для строительства подводных кораблей В основе диагностика потоков В поток воздуха или жидкости добавляются некие трассеры Которые подсвечиваются лазером Лазерным ножом или весь объем досвечивается И специальными камерами измеряется их положение И изменение этого положения за короткий промежуток времени О венчурной ярмарке говорят метафорами Кто-то называет ее свиданием разработчиков и инвесторов Кто с кем договорился, кто с кем встретился Достаточно сложно это учесть Но тем не менее, я думаю, что мы почувствуем это На экономическом развитии города Стартапы сегодня запросили больше 6 миллиардов рублей Один из миллионов ждут разработчики системы видеоконтроля Для автомобилистов Она звуковым сигналом предупредит о внезапных опасностях на пути Пока такое оборудование устанавливают на люксовых моделях Идея заключается в том, чтобы дать возможность Пользоваться подобной системой массовому потребителю Который ездит на Логане, на Рено, на условном Рено Хоть на чем, хоть на Жигулях Завтра на форуме ждут заместителя председателя правительства Возможно, кто-то из участников получит федеральную поддержку Например, Лига роботов Ее организаторы предлагают начинать с малого С образования детей Лейла Егорова, Дмитрий Кан, Новосибирские новости В городе продолжают собирать вещи для жителей соседних регионов Пострадавших от наводнения На Алтае сейчас ситуация нормализуется Большая вода ушла ниже по течению И скоро в Новосибирске будет пик половодия Спасатели готовы эвакуировать дачников из садовых обществ Если это потребуется, подробнее Мария Черешнева В эти дни на садовых улицах можно встретить не только дачников С лопатами и граблями, но и спасателей в спецформе Они проверяют, не возникла ли угроза подтопления Определяют, какими путями выводить людей, если понадобится эвакуация В Первомайском районе в зоне риска пять садоводческих обществ Это геолог, строймашевец, молодость, волна и геофизик Здесь отряды спасателей должны появляться ежедневно Для дачных участков большую опасность представляет даже не сама Обь А вот такие мелкие протоки В них уровень воды повышается даже быстрее Чтобы обезопаситься, местные дачники Сами сделали вот такую насыпь Шесть лет назад С тех пор не подводила Пока все в порядке Уровень воды в Обьи три метра Критическая отметка 3,80 Правда, для побережья Первомайского района опасный уровень ниже Водомерный пост находится в районе речного вокзала И волна, когда идет сброс с Новосибирской ГЭС Волна первая проходит через нас И, естественно, уровень у нас намного выше, чем когда она придет на водомерный пост Это одна из особенностей Дачники общества геофизик привыкли к постоянной угрозе подтопления Вот и сейчас, в завтрашнем дне, не уверены Все посадки уже сделаны, и вода может их уничтожить Раиса Устинова вспоминает, ее участок заливало по колено Теперь опасается, что это может повториться Раз пришло, потом еще и летом уже в июле еще сбросили, еще была вода Так что жалко будет, если, конечно, затопит Эксперты обнадеживают, затопить не должно Проделана большая работа по освобождению водохранилища от воды Ну и я думаю, что вся большая вода придется в водохранилище И дачные участки не будут подтоплены Однако все, что нужно для эвакуации, спасательные жилеты и резиновые лодки уже приготовили Все это, скорее всего, не понадобится, но патрулировать дачные общества спасатели будут ежедневно Пока угроза подтопления не исчезнет окончательно Мария Черешнила, Денис Савинский, Новосибирские новости Берлинское сердце, так называется аппарат, вместо собственного Жизненно необходим полуторагодовалой Ксюше Плесуновой У девочки сложнейшая кардиологическая патология Только стоит такое оборудование почти 6 миллионов рублей В клинике Мишалкина, где сейчас борются за жизнь девочки, побывала Анастасия Ваганова Семья Плесуновых приехала из города Киров Но кроме клиники Мишалкина в Новосибирске еще ничего не видели У их полуторагодовалой дочки Ксюши серьезное заболевание сердца В родном городе помочь не смогли Ничего не говорило о скрытой болезни До года все было хорошо, в год мы пошли на плановое УЗИ И там выяснилось, что у нас есть проблема с сердцем Пролежали в городе в стационаре этой недели Найти там ничего не смогли Новосибирские врачи поставили диагноз Сердечная недостаточность Девочку прооперировали, но состояние не улучшилось Сердце просто отказывается работать, несмотря на усилия врачей Сейчас Ксюша лежит в отделении реанимации Ее собственное сердце вообще не функционирует Она находится под аппаратом искусственного кровообращения Обычно дети проводят в таком состоянии от двух недель до месяца А для Ксюши уже пошла шестая неделя И каждый день сопряжен с огромными рисками для ее здоровья Единственный способ сохранить жизнь ребенка – мобильный аппарат, работающий по принципу искусственного сердца Стоит он почти 6 миллионов рублей Помочь с покупкой готово Федеральное министерство здравоохранения Но даже с этим устройством девочка проживет максимум год Дальше либо сердце начнет работать самостоятельно, либо понадобится пересадка Однако в России трансплантация сердца детям запрещена Нам предстоят другие мытарства для того, чтобы найти клинику, которая бы согласилась за рубежом взять ее для трансплантации Потому что сейчас во всем мире очень большая проблема с трансплантациями, особенно детских сердец Потому что не хватает доноров Естественно, зарубежные клиники, они безусловно для членов Европейского Союза отдают предпочтение Состояние Ксюши сейчас стабильно тяжелое Маме разрешают видеться с девочкой только раз в неделю Просто я от нее чувствую силу, желание жить Как она борется, как она сражается И как она делает все для того, чтобы была еще у нее возможность Мне просто за себя стало стыдно, почему я такая слабая, а мой ребенок такой сильный Как только дорогостоящий аппарат доставят в Новосибирск, в клинике Мишалкино проведут операцию по его установке Но в запасе есть всего несколько дней Анастасия Ваганова, Данил Смирнов, Новосибирские новости Землю под стадионом «Спартак» все-таки разрешили приватизировать Арбитражный суд встал на сторону акционерного общества, владеющего спорткомплексом Апелляцию Департамента земельных и имущественных отношений мэрии отклонили Гендиректор акционерного общества «Стадион Спартак» уверяет Что опасения чиновников и депутатов по поводу будущего этого участка земли беспочвены Он заявил, что ни один колышек на территории стадиона не может быть вбит без согласования с властями города А о точечной застройке и вовсе речи быть не может А вот у жителей домов по улице Гоголя есть все опасения беспокоиться В их дворе рабочие уже расчищают место для 21-этажного дома Против планов строителей все местные жители, они уже готовят коллективное обращение мэру Подробнее о проблеме Станислав Кушевич Под окнами героя Советского Союза Дмитрия Бакурова третий день грохочет экскаватор Строители сносят старый дом Пыль, жалуется ветеран войны, стоит столбом Посмотрите, какое безобразие, сколько пыли, сколько грязи, все на наш дом Вместе с соседями по подъезду Дмитрий Алексеевич собирает подписи под обращением к депутатам и мэру Анатолию Локтю Жильцы возмущаются, если небоскреб построят, он закроет солнце другим домам Непонятно, где застройщик разместит мусорные контейнеры А предусмотренная по проекту зона для парковки явно недостаточно У нас 10 машин, а куда мы их поставим? Ну, у нас некуда, я ему так и скажу Вот чертеж мне дали, я скажу, ну куда поставим-то? Люди за ограду ставят Против сноса старой фабрики люди не возражают Варианты развития территории они готовы обсуждать со строителями Но те на контакт не идут Собственник участка сменился уже несколько раз Да, мы понимаем, что это здание надо снести Мы понимаем Но давайте подумаем вместе с бизнесом Может быть, это стоит построить трех-четырехэтажный паркинг Может быть, это построить детский сад Какой-то оздоровительный комплекс, пусть он будет частный Борьба с точечной застройкой объединила жильцов нескольких окрестных домов Если многоэтажку возведут с нарушениями, уверены активисты Пострадают прежде всего те, кто купит в ней квартиры Сначала выдают разрешение, потом подставляют тех людей, которые сюда становятся жильцами И против нас, жильцов, выставят другие жильцы Которые теперь станут уже, соответственно, естественно, страдать от того, что они честно купили здесь квартиры И что им теперь делать? Жители требуют проведения повторной архитектурно-строительной экспертизы Они уже готовят коллективный иск и намерены отстаивать свои права в суде Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости В день города Новосибирск рискует остаться без цветущих клумб Все из-за аномально холодной погоды Высаживать рассаду начали в мае, не в мае, как обычно, а только сейчас Зато тюльпаны, на удивление агрономов, до сих пор не увяли Хотя прежние годы в это время их уже заменяли другими цветами Закончить посадки на клумбах озеленители теперь спешат до 22 июня Поэтому работают даже по выходным К тому же пришлось выбрать менее прихотливые растения, такие как виола и вербена Сегодня ими украсили центр города Ночью холодно, днем холодно, дождями забивает Все равно проблемы есть эти, вот бархатцы бедные посинели все Из теплиц сразу напрямую, открытый грунт, из теплиц Пока еще ни одного цветка не вынесли Все через закаливание, через бурники Представители молодежных субкультур собрались сегодня перед театром «Глобус» Там прошел фестиваль «Знаки» Его участники удивляли своими костюмами Поклонники аниме и готы, жонглеры и рэперы, коннотоходцы и сайберфайтеры Предлагали всем желающим попробовать себя в уличных танцах, боях на деревянных мечах и речитативе Фестиваль дает возможность представителям субкультур открыто заявить о себе и своих ценностях, которые зачастую шокируют старшее поколение В Новосибирске открыли школу изобразительного искусства Необычную, потому что в ней учат рисовать по воде, в прямом смысле слова Древним восточным искусством Эбру до недавнего времени владели только индийские и турецкие мастера Ольга Маховская живыми узорами вдохновилась и даже попробовала порисовать Всего одна капля и волшебство начинается Это зрелище завораживает Новички застыли над своими жидкими холстами, наблюдая, как круги расходятся по воде Вот первую точку поставил, а дальше рука уже сама, вообще не ужат Гразом отключается Я не знаю, чем руководит или что руководит моей рукой Необычно, что краски ложатся на воду и делают такие красивые вещи Вот, наверное, такая это магия На самом деле никакого волшебства тут, конечно, нет Древнее искусство рисования Эбру использует хорошо известный по курсу физики эффект поверхностного натяжения Плюс особый состав красок Эти краски даже пахнут тем, из чего они сделаны Черная Черная – это земля, это глина Запах, легкий запах глины прослеживается Более того, даже сама вода, естественно, эта вода не простая Она готовится из экстракта растения Картины Эбру называют живыми Они действительно двигаются Легкое движение палочкой или специальным гребнем На водной поверхности появляются звезды, цветы и узоры Ей-богу, я не знаю, что это такое Но это нечто восхитительное, бесподобное, удивительное Результат всегда сюрприз, результат всегда не совпадает с тем, что ты задумал Даже если вы никогда не рисовали, картина обязательно получится Оказывается, результат можно закрепить Сделав вот такой фокус Берем лист бумаги, кладем на живой рисунок Вуаля! И картина осталась на бумаге Эбру не только искусство, но и своеобразная проверка душевного состояния, считают мастера Если бы все в душе было совершенно спокойно У тебя бы не было столько много напряженных вот этих вот, видишь? Запутанные напряженные лабиринты В результате совет ученицы просто расслабится Она снова садится за стол, заменив пять капель валерьянки на несколько капель яркой краски Ольга Маховская, Денис Савинский, Новосибирские новости Предстоящий день Пушкина отметят с уже привычным размахом А Первомайский сквер традиционно на сутки станет парком имени народного поэта Здесь проведут конкурсы, чтения и танцевальные мастер-классы В метро опять будет стоять живой памятник Пушкину Тем пассажирам подземки, кто прочтет минимум две страфы из стихотворения классика, обещают бесплатный проезд Для этой акции у нас задействованы 42 человека-учителя и 5 молодых библиотекарей Из областной гильдии молодых библиотекарей Плюс учителя приведут с собой в старшеклассниках, в желтых кепках Потому что, объясняю опять, солнце русской поэзии Пушкин, вот желтый у нас цвет Это все, о чем мы успели рассказать За новостями можно следить, настроив радио на частоту городской волны 101.4 FM А также в этом поможет сайт Новосибирские новости Откровенное интервью представителя городских тепловых сетей Откроет все тайны отключения горячей воды На этом наш выпуск завершен До завтра